Ребят, всем привет! С вами Inspire99 и сегодня по просьбе одного из моих подписчиков, он там написал в комментарии под одним из видео, сделать обзор, пожалуйста, по АМХ 50-100. Сегодня мы, как говорится, этим и займёмся. Вот, я, если честно, как-то не планировал делать обзор по данному танку, потому что, ну, сейчас, если честно, вся эта ветка, да, даже если взять винца АМХ 50-Б, да, она как-то, ну, не сказать, чтобы неиграбельна. Можно сказать, что она не популярна, что ли, в игре, потому что именно встретить АМХ 50-Б сейчас на 10-м уровне, ну, это довольно-таки редкость в наше время. Как бы танк не особо сейчас популярный, да, когда-то он был одним из лучших барабанщиков, наверное, он и сейчас им тоже является, но также есть большинство поклонников у Тайпа 57 Heavy, которого, ну, гораздо более чаще можно встретить в бою, поэтому можно, так сказать, провести аналогии и сделать вывод, что, ну, для многих АМХ 50-Б тоже хороший танк, но вот почему-то Heavy нравится больше. Ну, наверное, здесь всё понятно, танк более-менее хоть с какой-то бронёй, нежели чем АМХ 50-Б. Ну, это не главное, сегодня мы разберём АМХ 50-100. Если вкратце, то у этого танка есть некий такой аналог, старший брат, я бы сказал, потому что он получше, а именно это Самуа СМ. Танки, в принципе, такие схожи, ну, конечно, наша сотка, так сказать, и поскоростнее, но брони, как говорится, у сотки вообще нету, а вот у Самуа совершенно другое дело. Танк даже верхним бронелистом может танчить восьмые уровни, а это круто, да, и башню тоже может потанковать. Вот, ну, это, так сказать, аналогия. Нужно теперь разобрать всё-таки наш АМХ 50-100, что он из себя представляет. Какое-то время, я помню, вот раньше в командных боях этот танк встречался очень часто. То есть против, допустим, ИСов-3, если игроки более-менее равные, да, неплохие по уровню, по скиллу, то, в принципе, в большинстве случаев, когда сотка была заряжена, она всегда уносила ИСа-3 с барабана. Я помню тоже как-то одно время брали сетапы чисто пять АМХ 50-100 и, допустим, там два светляка шестого уровня. Ну, это раньше так бои были, вот. И получалось, в принципе, таки неплохо. Когда мы ввалимся на ИСов-3, то если, если все с барабанов попробивают все свои снаряды, да, там каждый разбирает свою цель, то, в принципе, ИСов-3 забирается. Сейчас же такого нету. Сейчас мало кто использует АМХ 50-100 вообще в командных боях, потому что появились защитники, появились скорпионы, появились другие имбы, и, как бы, сотка на этом фоне немножко и погасла. В принципе, так же и в рандоме. Более-менее неплохие игроки могут показывать, ну, так сказать, хорошие результаты на этом танке, а новичкам справиться с ним сложно. Ну, да все-таки, что у нас здесь есть? Есть орудие 100-миллиметровое, у которого бойкомплект в 60 снарядов. Этого хватает. Разовый урон в 300, казалось бы, ну, маловато, да? Но все-таки у нас обойма из 6 снарядов. Умножаем 6 на 3, получается тысяча... сколько? 800. Вот. Это, конечно, очень много, как бы, для восьмого уровня, да, с барабана раздать. Но, другое дело, сколько перезарядка этого барабана? Аж целых 50 секунд. То есть, здесь нужно понимать, что каждый выстрел имеет очень большое, ну, так сказать, значение. Потому что это вам не про джета, который сам дозаряжается. Здесь, если вы выстрелили, куда-то блайнд кинули, не попали, все, как бы, 5 снарядов. Еще раз выстрелили, 4, а уже наносить, сколько получается, 1200, как бы, это и не так уж круто будет, да? Вот. Поэтому, если вы выходите на кого-то в лоб, ну, какого-нибудь из-за третьего, один на один, да, в ПВП, будьте точно уверены, что вы сможете забрать этого танка. Потому что, если вы, ну, реально не заберете его, вы отправитесь в ангар, у вас КД 50 секунд. За это время, в принципе, тот же ИС-3, да, любой тяж восьмого уровня вас разберет. Нужно понимать. Что у нас еще имеется здесь? Есть перезарядка внутри барабана, то есть между выстрелами, она получается 2,73. То есть, грубо говоря, 3 секунды. Ну, пускай будет 2,7, да? Это, как бы, тоже очень многовато, все-таки вы за 5 секунд только 2 снаряда выстреливаете. В то время, как другие барабанщики за 5 секунд весь барабан отстреливают. Вот. Поэтому, посчитайте, у вас 6 выстрелов. У Мности 6 выстрелов на 2,7. То есть, это получится где-то секунд 14. Вот и посчитайте. То есть, вам нужно стоять 14 секунд и стрелять в какого-то противника. Если, допустим, вы встретились с ИС-3 в ПВП, да, то есть лицом в лицо. Он заряжен, он по вам кидает счет, минус 390, вы откидываете барабан. Но пока вы откинете последний снаряд, если у ИС-3 будет стоять досылатель, все прокачано, то и он по вам стрельнет. То есть, в итоге, практически, в любой схватке с ИС-3, если он будет, ну, не глупый, да, обычный игрок средний, то 800 хп вы потеряете. Поэтому на сутки очень важно то, куда вы выезжаете и то, против кого вы воюете. Ну, да ладно. Что у нас по бронепробитию? Здесь, конечно, все хорошо. В 232 бронепробитие основным снарядом. Это, как бы, одно из лучших у тяжей, если это не самое лучшее бронепробитие вообще среди тяжей на восьмом уровне. Даже у защитников, по-моему, в 225. А здесь все-таки он на 5 и на 2, то есть 7, получается, на 7 мм побольше. Это круто. Голдуев 263 пробивает. Это, как бы, тоже хватает, даже против десяток можно с барабана выходить, допустим, и там 62 практически всю же забирать. Ну, всю не заберете. Вот, но процентов 80-90 хп, если все попробовать, то заберете. Вот, по точности, конечно, у нас танка не самая хорошая. Время сведения 3 секунды, при том, что вы еще и перезарядка обоймы у нас внутри барабана практически 3 секунды. То есть, вы стрельнули 2,7 и 3 секунды время сведения. То есть, иногда в некоторых случаях лучше даже будет досвестись. Поэтому эта цифра может быть больше, чем 13 секунд именно все снаряды перестреливать. Ну, грубо говоря, где-то вы будете досводиться потом и будет выходить где-то 15 секунд на распоряжение вашего барабана. Это, как бы, очень много. Разброс на 100 метров 0,38. Тоже не самые лучшие цифры. Вот, это уже ближе к 0,4, да. А у 0,4 это обычно у ПТшек там с огромным каким-то разовым уроном. Это не круто. Но у нас также здесь присутствуют УВНы, да. Нежели, чтобы весь корпус не показывать, можно показать только свою башню. Ну, которая тоже, собственно говоря, пробивается легко. И у нас здесь 9 градусов. Вот. Ну, это как бы хорошо, 10 градусов. То есть, можно играть от УВНов, но башни вы не потанкуете. Это тоже знаете. Прочность 1400 единиц. Ну, как бы, это чуть ниже среднего. Там, у большинства тяжей полторы тысячи. А у некоторых и того, выше, около 5, там, почти 1800. Это все-таки много, да. И у японцев уход тоже многовато. Брони здесь абсолютно никакой нету. Там практически ничего не отбивает. За редким исключением может там какие-то шестерки вас с верхней бронелист не пробьют. Ну, в верхнем бронелисте просто 90 миллиметров там под наклоном что-то будет. Но изредка, если он там вообще на стоп пушки какой-то. Все остальные пробивают и фугасами вам могут промнакидывать. Поэтому, знаете, то, что этот танк не прощает ошибок и не нужно просто так выбалиться, а бы барабан раздать. Нет, нужно играть на нем с умом. По мобильности танк, конечно, выше среднего. По максималке той же удельной мощности. Танк весит, ну, 50 тонн. А предельная масса, если со всеми там досылателями, короче, со всем оборудованием, 57 тонн. То есть кого-то даже можно таранить. Не думайте то, что если у вас нет брони, вы не можете таранить. Нет. На самом деле, самое главное, это решает масса и именно то место столкновения будет рассчитываться броня. То есть броня вашего, ну, так сказать, соперника и вас. Поэтому, если в борта таранить какого-то там картонного танка, то у нас масса все-таки тоже такая большая. Мощность двигателя 850 лошадей. Удельная мощность 17. Это как бы неплохо, да. 17 для тяжа при максималке. 51 вперед и 20 назад. Это как бы очень годно. То есть среди тяжей, да, если вы какое-то хотите место занять, ну, не знаю, там, хотя как бы вам с тяжами воевать-то не особо удастся. Вам нужно как-то играть таким одиночкой по полю боя, вот. Ну, в принципе, то, что у нас есть хорошая мобильность, это огромный плюс в нашу зачетку. Почему? Потому что если идет какая-то стрельба, да, вы быстро барабанно стреляли и сразу же уехали. Это классно. По незаметности говорить не буду. Танк все-таки, ну, больших размеров, что уж тут скрывать. Да и картонный он. Поэтому маскировки, как говорится, никакой абсолютно нет. По обзору здесь тоже не все так хорошо. 380 метров. Ну, дальность веси, конечно, 750. Это неплохо. Если говорить среди, ну, ярких плюсов и минусов, то, конечно, самый главный плюс. Это, ну, такой, я не знаю, как вам сказать, половина пушки, что ли. Это, конечно, барабан с одной стороны и бронепробитие в 232. Это очень хорошо. То есть этот плюс сразу в глаза идет. И мобильность. То есть два плюса. Но барабан, почему я сказал наполовину? Потому что, с одной стороны, да, 1800 это много хп. Но, с другой стороны, понимать то, что в следующую минуту боя вы будете, ну, блин, практически без дела ездить, да. Вы потанковать ничего не сможете. Тут тоже нужно понимать. Если вы сливаетесь, да, и вы на КД просто минуту соперники имеете. Нужно тоже понимать. Это как бы плюс и минус. Среди явных минусов, то это я уже тоже назвал. Это, опять-таки, барабан. Это отсутствие какой-либо вообще, ну, брони. Ну, и, чё уж тут говорить, точность-то не самая лучшая у машины. Вот. Ну, и маскировки практически тоже никакой нету. Что на этот танк ставить? То, в принципе, я советую составить стабилизатор, вентиль и, всё-таки, наверное, усиленные приводонаводки. Потому что у вас всё-таки главный плюс такой и главный ваш козырь в рукаве – это орудие, это барабан. Он стреляет, ну, как сказать, не самое точно, поэтому нужно ставить что-то именно на точность, чтобы улучшить, так сказать, ваш козырь. Вот. Стоит ли качать этот танк или нет, я пока советую не качать. То есть, для новичков однозначно нет. Для опытных игроков я посоветую, ну, тоже не качать, потому что сейчас есть, ну, предостаточно машин, которые, ну, гораздо интереснее, что ли, в плане геймплея, чем AMX 50100. То есть, это не та сотка, которая была раньше. Сейчас она играется намного хуже, да, и я смотрел, на ней процент побед тоже там немножко упал. До 49, что ли, или до 50, ну, короче, где-то вот так, вот. Поэтому, сами понимаете, то, что сотка – это такой агрегат, который, да, он может выдавать отличные бои. Игрок, который знает, как на ней играть вообще-то, как на барабанных картонных танках играть, он, допустим, ну, сможет показывать эти результаты. Да и вообще, если вот сейчас оттолкнуться от такого шага, шага, точнее, как если вы умеете играть на барабанных картонных танках, не обязательно на французах, то этот танк вам зайдет. Если вы не умеете играть на барабанных, а тем более еще и картонных, то, конечно же, не качайте. Вот, вот такое мое мнение, как там подписчик просил, я вот высказался. В принципе, сотка сейчас неплохой танк, но для большинства игроков он не сойдет. На сегодня, дорогие друзья, у меня все. Подписывайтесь на канал, конечно же, на группу, ставьте пальцы вверх, пишите свой комментарий вообще об этом танке, мне просто будет интересно узнать это. Ну и до новых встреч, пока-пока!